Друзья, категорически вас приветствую в гаражном виноделии. И мы продолжим тему внутризаводской, внутри гаражной, извините за оговорочку, логистики. Очень важно то, что я сегодня сделаю, потому что это то, что позволяет защитить вино при его длительном сохранении в погребе или в каком-то специальном термически выверенном, термически корректном хранилище. Это может быть специальное помещение с соответствующим микроклиматом. Это холодильная установка, осушитель воздуха, ну и так далее. Вот, перед нами обычная нехромная плиточка с открытым нехромом. Из куска катанки сделанный штативчик, лабораторный автотрансформатор, который позволяет мягенько, очень плавно повышать напряжение от 0 до 270 вольт. Вот, делается это все элементарно, просто. При помощи вот такого вот барашка мы курсор-контакт на вторичную обмотку перемещаем в нужное положение. Самый примитивный вольтметр, ну, как для домохозяек. Белая, зеленая, красная зона. Ну и, собственно, кастрюлька с сургучом. Сургуч – это вот то, вот эта вот вся установочка, это именно то, что позволит нам защитить вино. Я сяду, буду рассказывать, ну, и по ходу пьесы, может быть, даст Бог договорить за чего-нибудь разумного. Вот, вот так вот, хорошо. И я пошел. Вот, плохо, друзья, потому что меня не видно. Увеличим немножко. Все, я в кадре. Итак, начнем с вина и с того, как его защитить уже в бутылочке. То, что вина коммерческие, которые мы покупаем в специальных винных бутиках или в супермаркетах, или еще где-либо в специализированных местах, там, в шато где-то, традиционно на горлышко надевается из термоусадочного пластика или из тонкой фольги обкатывается. Такой вот, такой колпачок. Он носит исключительно дизайнерскую функцию, может быть, где-то и рекламную функцию, чтобы вот этот самый колпачок нес на себе какой-то логотип или графический знак той фирмы, которая произвела или продает это вино. Но раньше было не так. Пробочка, сейчас я ее извлеку. И мы вместе с вами выпьем бокальчик вина и поговорим о пробочке и о защите вина от внешних воздействий. Сейчас пробочки. Чудо какое. Сейчас пробочки делаются как бархатные, то есть целиком выдавленные из коры пробкового дерева, так и прессованные из маленьких кусочков. Это агломерат. Маленькие кусочки пробочки, там, полтора-два миллиметра, склеенные вместе. Чем хорош агломерат? Он хорош тем, что он не позволяет с большей вероятностью препятствовать появлению кулезных бутылок, кулезных пробок. То есть пробок, которые усыхают и позволяют кислороду попасть в бутылку и испортить вино или наоборот вытечь какому-то количеству вина из бутылки, которая находится в горизонтальном положении. Это шардоне. Который у нас сегодня будет подопытным, нашим подопытным кроликом. Какая прелесть. Жизнь налаживается. К чему я рассказываю все эти глупости о пробочках. Микрогранула хороша тем, что она дает одинаковое по всей высоте пробки, по всей длине пробки, дает одинаковое усиленность стенки в бутылке. То есть расширяется, деформируется абсолютно с одинаковой силой по всей своей длине, что уменьшает риск кулезности, то есть пропускания воздуха или вина в одну или в другую сторону. Раньше пробки вырезали из коркого дерева и забивали в бутылки. Сейчас у пробок есть дополнительная степень защиты. Их покрывают очень-очень-очень тонким-тонким слоем полимера в виде таких вот силиконовых микрочешуйчек, которые и уменьшают риски усыхания пробок во время хранения бутылок в покребе или в специальном хранилище. Но раньше эту проблему решали очень просто. Залив вино в бутылочку, забив в нее пробочку, горлышко бутылочки опускали в сургуч. И венчик горлышка бутылки и соответственно и пробка вот этой или это была парафиновая замазочка или это был специально приготовленный сорт сургуча, он защищал пробку от усыхания. Более того, вот этот слой сургуча, он защищал пробку и от вредоносных микроорганизмов и грибов, которые естественно, это естественно, всегда есть в погребе, в винохранилище. И вот, собственно, две задачи, которые выполнял этот сургуч. но для того, чтобы повысить вероятность, нет, понизить вероятность, так будет правильнее, для того, чтобы понизить вероятность контрафактной продукции, то есть, чтобы кто-то под вашим именем, с вашей этикеткой нарисовал, выдал фальсифицированное вино под этой маркой, то очень часто на сургуч ставили и печать с определенным клеймом, которое подтверждает аутентичность вот этой самой бутылочки вина. Вот, собственно, и все. Значит, как, если вы хотите заложить, извините, вот я ухожу обратно, если вы хотите заложить вино в коллекцию в погреб, то, естественно, вино с обычным термоколпачком или фольгированным алюминиевым колпачком не годится, потому что оно не защищает горлышко бутылки. И хотя мы с вами уже договорились, что в настоящее время пробки обрабатываются дополнительно силиконом, они значительно более качественные, чем были когда-то, так как уровень технологии шагнул достаточно серьезно вперед, но тем не менее пробку надо защитить. Для этого вам, уважаемые гаражные виноделы, нужна будет вот такая дурацкая конструкция. Я сделал просто штативчик для кастрюльки, плитка с нехромом и лабораторный автотрансформатор. Зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы после того, как сургуч растоплен, все это делается элементарно просто, мы помещаем сургуч на плитку и далее, через линейный автотрансформатор мы включаем плитку в сеть. Так, первое, теперь включили линейный автотрансформатор. Есть контакт. Для начала, чтобы процесс шел, где у нас тут очки, чтобы процесс шел активнее, мы увеличиваем до 220 вольт напряжение, которое подается на спираль, на нехромную спираль. Это нам позволит максимально быстро растопить сургуч. Я использую сургуч почтовый и примерно 10% воска или парафина. В данном случае тут 10% парафина и 90% почтового сургуча, который также использовался для защиты посылок от проникновения вовнутрь. Вот. Далее печать с графическим знаком для сургуча, графический знак моего микровиноделия или гаражного виноделия. И собственно то, что мы с вами говорили на одном из прошлых выпусков это внутри гаражная логистика. Это тележки на колесиках с ящиками для того, чтобы эти бутылки не тягать вручную, а катить, толкать и катить, что гораздо разумнее, элегантнее, рациональнее, чем тупо их таскать за собой. Пока это безобразие греется, я приведу аналогию и расскажу две чудесные истории, которые, греться оно будет долго, но мы прервемся, а потом я покажу, как происходит сам процесс осургучивания горлышка бутылки. Во всей этой там играет Бах, это брендебургские концерты. Со мной произошли две интересные, совершенно чудесные истории, которые имеют какое-то отношение тангенциально связано с запечатыванием, с защитой вина в бутылочке при помощи сургуча. Только аналогия это из моей жизни. Меня дважды в каком-то небольшом обозримом будущем дважды обокрали. Один раз со взломом неделю назад проникли вот сюда, вот в это гаражное виноделье, выломали замок, я сейчас покажу, какое чудо, вот самое говняное, что есть на рынке замков, это вот этот российский булат. Представьте себе, он достаточно большой, у меня руки большие, и тем не менее воришка, он сумел так надавить, что он просто выломал, просто выломал вот этот язычок замка. Проник вовнутрь сюда, и в результате проникновения воришка украл дрель, какие-то еще электроинструменты, компрессор, ну и самое важное, сварочный аппарат для сварки, для дуговой сварки в среде аргона. Теперь мы возьмем тайм-аут, пока или полиция не найдет, или я не приобрету другой аппарат, для того, чтобы в процессе изготовления оборудования из нержавеющей стали для нашего гаражного микровиноделия. Вот, я хотел бы вам показать, сейчас, секундочку, извините, 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 я хотел бы вам показать, как накаляется спиралька, нехромная спиралька в том случае, когда мы подаем напряжение 220 вольт. А вот, теперь посмотрите, что происходит с этой спиралькой, когда мы плавно уменьшаем напряжение. Вот, я вращаю ручку Латра, это лабораторный автотрансформатор, и посмотрите, как спиралечка перестает светиться таким вот цветом, восторженной лавы. Вот. Зачем нужен Латр? Латр нужен для того, чтобы, когда сургуч расплавился окончательно и бесповоротно, чтобы уменьшить нагрев, плавно найти точку на Латре, уменьшить нагрев так, чтобы постоянно сургуч был в той консистенции, которая нам нужна для нашего вот этого вот процесса. Вот так вот. Какая прелесть. Все. Я вернулся. Итак, расскажу две истории. Первая история это то, как я спровоцировал вскрытие моего автомобиля и воровство из него каких-то чудесных вещей. Это была самая чудесная кража в моей жизни, потому что для дегустации я купил 90 таких бокалов. Это 15 коробок красиво оформленных, французские бокалы, красивые французские коробочки, и эти коробочки лежали на заднем сидении моего красного автомобиля. Утром я подошел, да, автомобиль был во дворе, утром я подошел к автомобилю, дверь была взломана, вскрыта, я начал смотреть, чего там украли, и это оказалось самым чудесным воровством за всю мою жизнь. Я виноват, потому что я оставил эти красивые коробки на заднем сидении, я оставил автомобиль на ночь, то есть я спровоцировал воришку, который подумал, что бог знает, что там, может там золотые слитки в этих красивых коробках. Вор украл один бокал, украл бутылочку, в машине была всего одна бутылочка вина, очень-очень хорошего Кабарне за какие-то немыслимые деньги по нынешним временам, все-таки 14 или 15 евро, боюсь соврать. Бокал, бутылочку вина, термометр для вина, правда, китайский, недорогой, но все равно жалко, 10 долларов, это все-таки какие-то деньги. термометр для вина и флешку с тем, что вы слышите сейчас, с брандербургскими концертами Баха. Позже, несколько позже, я выяснил, что в кармашке двери катались постоянно и шумели несколько орехов грецких, которые при разгоне или при торможении перекатывались, ну и создавали определенные звуки. Когда я поехал на автомобиле после кражи, я поехал менять замок, там вот, чинить все это безобразие, то я не услышал этих звука, уже привычного моему уху звука катящихся орехов, в результате чего был сделан вывод, что были украдены еще несколько орехов на закусочку. При этом в машине вор, видимо, не заметил, не нашел, не обратил внимания, был совершенно фантастически классный профессиональный рычажный штопор, в машине было еще какое-то количество классных вещей. Ну вот, вот такой интеллектуальный воришка оказался, бутылочку вина, бокал, термометр для вина и несколько орехов и флешку с бахом. Вот такая вот история. На прошлой неделе виноват я, потому что я оставил коробки на сиденье и спровоцировал. на прошлой неделе вор пробрался сюда, разломал, выломал этот замок, украл сварочный аппарат, несколько еще электроинструментов и убежал. По-видимому, тоже я виноват, потому что откуда-то этот воришка знал, что у меня есть такой дорогой качественный аппарат, который, в общем-то, стоит каких-то чуть-чуть больших денег, чем стоит обычный аппарат дуговой сварки, раз в пять, наверное, дороже. Это был элемент, связанный возможно с тем, что это произошло после того, как появилось это видео, которое просмотрели там каких-то 20 человек всего, как я делал эту емкость для сусла сифоне, или возможно это была счастливая случайность для воришки, он забрался и действительно ему удалось найти что-то ценное о вине. Возвращаемся к вот у нас начинает процесс растапливания, вообще восхитительно, оно начинает закипать потихонечку, потихонечку, тихонечку, у нас вышло солнышко, сейчас она опять скроется за блоками, и мы с вами приступим, я покажу как это делается на примере нескольких бутылочек, а потом покажу конечный результат. У меня за моей спиной 150 бутылочек шардоне, которые были разлиты здесь, и которые сейчас надо привести в состояние защиты, то есть мне не хочется повторять свои ошибки и провоцировать, ну в данном случае не воришек, провоцировать грибы в виде плесени или другие микроорганизмы, провоцировать для того, чтобы они повредили пробки и навредили вот этому чудесному вину из из вот этих бутылок. Вино действительно восхитительное, и вызывает во всяком случае у меня вызывает восторг. Вот. Важным элементом при засургучивании горлышка бутылки, если вы хотите поставить свое клеймо, свою печать, это возможность охладить печать и не позволить сургучу прилипать к вашей печати. Для этого капелька водички и одна капелька моющего средства. Буквально одна капелька больше и не надо. О, какая прелесть! Все. дальше все это размешивается и этот мыльный раствор он будет служить и для охлаждения нашей печати и для того, чтобы создать тонкую-тонкую пленку, мыльную пленку и не позволить иметь место процессу адгезии, прилипания по-русски адгезии сургуча к нашей поверхности печати. Для того, чтобы периодически вытирать полотенце, куда вот воткнул, воткнул, поставил. Вот примерно вот таким вот макаром все и будет происходить. И что еще? И в общем-то все. История такая вот правильная. Мы будем ждать, пока расплавится сургуч. Это еще, наверное, минут 10-15. Потом я включу камеру и покажу сам процесс, а также вот эту самую чудесную логистику того, как надо двигать внутри гаражные ящики с бутылками для того, чтобы не утруждать себя любимого. Через 10 минут. Все, друзья, жизнь наладилась. Наш сургуч расплавился расправился расправился да, расправился. Он расправился из кристаллической, аморфно-кристаллической в жидкую фазу. Расплавился достаточно хорошо. Видите, он стекает с палочки-мешалочки, стекает так, как должно стекать вишневое варенье на своей конечной фазе. Значит, мы его расплавили достаточно, чтобы можно было эффективно засургучить бутылочки. Теперь мы понижаем вот я сейчас одновременно и линейный автотрансформатор и спираль возьму. Мы понижаем напряжение так, примерно до 110 ватт. Вот и заметьте, что спираль тоже потускнела и потеряла тот восторженный цвет закатного солнца, которое имело. ну и дальше процедура, что называется по определению простая. Сейчас я установлю, извините, что-то я закашлялся. Установлю камеру. Вот так вот. И мы приступим. Процесс для особо ленивых, сейчас, секундочку, вот так вот. вот такая вот прелесть, прелестная. Ой-ой-ой-ой. Я все никак не могу попасть, даже не знаю, куда хочу попасть. вот, я сижу на солнышке. Октябрь месяц. Беру бутылочку вина, окунаю, возьму левой, да, окунаю ее в сургуч, даю стечь лишнему количеству сургуча и ставлю печать. Вот, друзья, результат нашей работы. Видите, здесь графический значок моего гаражного виноделя. ну и красивая-красивая горлышко бутылки. Далее бутылка ставится, остается в вертикальном положении, чтобы сургуч достаточно хорошо застыл и и застывший сургуч. Вот какая прелесть. Тут я ошибся немножко, потому что опустил бутылочку вертикально горлышком вниз, а опускать ее надо под углом, чтобы прелесть какая прелестная. Вот. Следующая бутылочка. Опустили, прокрутили, дали стечь. лишний сургуч и придавили печатью. Поставили стоимя. Следующая бутылочка и так пока не, пока рука бойца колоть устанет. Буквально вот как на войнушке. есть контакт. Ну, посмотрите, ну, разве это не прекрасно? Ну, просто красота красивая. Все, друзья, я продолжу грустную работу. У меня еще 150 бутылочек впереди. А с вами увидимся, когда закончу. Какой чудесный кадр. Как интересно светится пробка в лучах солнца. красота. Какая красота. прелесть прелестная. Бутылки устанавливаются горизонтально, чтобы пробка была смочена и не высыхала изнутри. И, соответственно, если бутылки укупоренные, были установлены вертикально, так как их больше помещается в вертикальном положении, в ящик, ящик на тележке. Видите, какая прелесть, как оно легко катится, даже имея 150 бутылок над собой. Ну и также над тележкой устанавливаются ящики. И это все чудо чудесное. Тоже легко катится, потому что внутри заводская логистика, она должна быть для ленивых. Повторяем, что мываются только ленивые, трудолюбивые чешутся. Призываем вас быть ленивых. И, друзья, всех вам благ. Чудо, чудо, просто чудо. Ну что, друзья, прошло ровно 45 минут. 10 часов 45 минут в 10.00 мы начали. За 45 минут удалось сделать порядка 100 бутылочек, засургучить и запечатать. В общем-то, я научился уже делать не по одной, а по 6 бутылочек за раз. Значит, в следующий раз я сумею за 45 минут сделать порядка 120 бутылочек. Какое чудо чудесное, а? Ай да я, ай да молодец. Вот. И бутылочки устанавливаются в ящики, контейнеры горизонтальные. И посмотрите, какая это красота. Сейчас я вытащу камеру. в лучах солнца. Как выглядят бутылочки, расположенные ящикой горизонтально. Каким изумрудом светятся они. Ну и осталось последнее. определить, удачно работают мои тележки для перевоза тяжести в рамках гаражного виноделия. Здесь 100 бутылочек вина. посмотрите, посмотрите, легко и напряжено. Все это безобразие двигается в любом направлении. При этом одной рукой я держу камеру, а другой пытаюсь толкать тележку совершенно без каких бы то ни было напрягов. Ну и последний кадр. Это вот эта прелесть прелестная и чудо чудесное. Все, друзья, увидимся. субтитры